Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов и Лиза Калинина. И посмотрите, какие у нас сегодня гости. Какая пара. Дорогие друзья, у нас в эфире Доминик Джокер и Катя Кокорина. Привет, ребят, привет. Рад видеть вас. Рад видеть. Доминик Джокер знатный лошкарь. Вот теперь. Лошкарь? Лошка. Позвучите, позвучите. Давай, давай. Ну и слушай. Оп, 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 оп. Россия! Классные лошки. Что касается России, есть у вас время болеть, кричать, переживать? Расскажите, как вообще. Смотрим, болеем. Вчера смотрели две игры. Я никогда не видела, не думала, что Доминик Джокер такой болельщик. Такой фанат. Потому что это что-то. Он сидит и он идет так. Рома, ты меня так, мужчина поймешь, я не знаю, Лиза поддержит. Я больше Рома смотрю футбол. А, тогда ты меня тоже поддержишь, знаешь, мы едем. Катя говорит, слушай, а давай, может быть, сегодня в кино, когда Россия играла. Я говорю, ты что? Ты шутишь сейчас? Говорит, ну посмотришь вечером в записи. Я говорю, ты издеваешься. Ну а что, ну вечером же посмотришь. В общем, не прогонала и не надо, знаете. Точнее, мне так Рома говорит, Лиза, посмотри потом в записи. Вот я его так же не понимаю. Она меня нет, она меня выперла. Мы купили эти билеты в кино, но там рядом был замечательный ресторанчик, где смотрели люди этот самый. Футбол, матч. Футбольный матч, да. Футбольный матч, да. И начало почти совпадало с началом матча. Но когда она поняла, что я не смотрю фильм, я на самом деле, все, иди, я вышел. Они потом присоединились. Имеет значение, где смотреть футбол? Вот все-таки бар или попытка пройти на стадион, либо куда-то в фан-зону? Вы же и выступали еще, я знаю, на фан-зоне, я видела. Катюра, мне не знаю, ты скажи свои ощущения. Ну мне нравится где-нибудь в общественном месте, но не на стадионе, потому что это уж слишком, мне кажется. Я просто социопат, когда все вокруг. Я начинаю бояться, пугаться. Я вот так сяду и просто забьюсь где-нибудь там, как воробшик. Катя, социопат, я бы в жизни не подумала и не сказала. Слушайте, мне тоже. Нет, а когда в баре все кричат, можно там повеселиться. Свои футболы, ребят. Кроме сборной России по футболу, какие у вас фавориты есть? Ну вот у меня все вылетели. У меня вчера была Колумбия, например. И мне очень жаль, что Колумбия проиграла. А я как Доминик просто. Мне безумно нравится Бразилия. Ну это понятно, это явно. Мое. Ну мне очень это нравится. Друзья, слушай, ну это фантастика, Друзья, я надеюсь, у вас есть возможность не только слушать, но и смотреть Страну ФМ. Это дизайнерская... Ну, видимо, Федерация Тигров, наверное, предоставила. Да, да, да. Федерация Тигров. Федерация Тигров. И я прям сильно-сильно переживал, когда... Мне было жалко японцев очень сильно. Я вчера очень обрадовался, что шведы победили швейцарцев, потому что многие со мной согласятся, что футбол вне политики как таковой. И некоторые игроки Швейцарии все-таки как-то пытались перевести это в политическую плоскость, свою победу над Сербией. Поэтому я болел за сербов, я откровенно болел за сербов. И я обрадовался, ну как обрадовался, я по-спортивному обрадовался, красивому футболу и тому, что шведы, вот такая махина очень сдержанная, очень хладнокровная, против которой швейцарцы ничего не смогли сделать, несмотря на весь свой пресс. Мне кажется, Доминик потом может переквалифицироваться и стать спортивным комментатором, и нормально себя будет чувствовать. Кто-то зачитает их и всех уделает. Между прочим, кстати, о песне футбольной, спортивной песне Киевны, понимаешь, вот это же тоже такое. У тебя же есть спортивная песня. У меня есть друг, который придумал замечательную историю, она уже живет несколько лет, живет очень много, в Европе живет, и сейчас живет здесь. Это Кубок Великих Легенд. Это игроки Кубок Легенд, это игроки, которые уже не играют в основных составах, но игроки, чьи имена известны каждому, наверное. Ну звезды спортивные. Да, прям серьезные звезды, с достаточно крупными гонорарами. Они объединяются в команды, иногда по принципу сборной, иногда по клубному принципу, и играют между собой. И на эти игры ходят смотреть во всей Европе. И вот сейчас, я думаю, что с 10-го числа оно будет открываться, и в России будет возможность посмотреть на великих, величайших игроков. И мы написали к этому гимн, вполне возможно, скоро появится видео. Но это не совсем гимн, это песня, песня радости, и песня, говорящая о том, что бывших легенд не бывает. Отлично. Они не бывают, они всегда записаны в наших судьбах. В историю уже. В историю, вписаны в историю. Там есть такой текст. Ребята, я заговорил, аж мурашки. Молодец, молодец. Правильно, красиво сказал. Как проходит лето ваше вообще? Расскажите. О отдыхе, не отдыхе, работе, работе. Проходит в работе, естественно, да. Но нам удалось немного отдохнуть. У нас было два концерта в Турции. У меня даже сгорело отличное место. И два концерта в Крыму, поэтому мы как-то сумели совместить приятное с полезным. Мы работали на дне города в Севастополе. Классно. И работали в Артеке для детей. Ну, я так понимаю, что там... Нам как раз повязали вот эти вот... Да, вот эти ленточки, это Артек. Вот это Израиль, а это Артек. Прекрасно. Найдет в Иральнице. Да, да, да. И мы прям... Ну, мы получили море удовольствия от работы вот как раз с подростками, с детьми. Очень доброжелательный. Очень классный лагерь, на самом деле. Я бы сама там осталась отдыхать. Огромный, большой, классный. Ну, это один из лучших лагерей детского отдыха вообще в России. Ну, смотрите, вот мы уже затронули тему. Вы выступали и в фан-зоне. Да, да, да. Есть еще такая возможность? Можно ли вас будет увидеть? И как, что вы чувствовали, когда вот эта вся Арава смотрела на вас между... В перерывах. Это просто невероятные какие-то ощущения, когда ты становишься каким-то объединяющим звеном между болельщиками всего мира. И им все равно, кто перед тобой поет. Они тебя не знают, но они все танцуют, вовлечены, танцуют, поют. И это очень... Круто. Такой поток энергии получаешь в этот момент. Очень здорово. Я могу сказать, что... У меня такое ощущение, что они себя чувствовали, как на бабушкином дне рождения в детстве. Ничего не понятно, но очень интересно. Но очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Они радовались, смеялись, хохотали. И самая... Ну, вот из всей нашей программы самая популярная песня была у них вот как раз так, которая сейчас прозвучала. Да. Они все пели, да. К концу песни слова припева знали все. Здорово. Это реально хитовая песня, понимаешь? Спасибо, но имеется в виду, что им не надо было учить текст, им так все нравилось. И размахивали каждый флагом там своей страны. Было очень много болельщиков из России. А в следующий раз, когда ты напишешь такую, ты говори сразу международный, интернациональный хит. Да, хитов. Круто, круто, на самом деле. Друзья, вы можете нашим гостям, ребятам, задавать вопросы. Я думаю, с удовольствием они на них ответят. Вот группа ВКонтакте Страна.ФМ. Ватсап Вайбер. С удовольствием дороже. А, с удовольствием дороже. Ну уж, да. Платите за смс-ки. 909-928-1-89-9-9 смс Ватсап Вайбер. У нас небольшая пауза впереди. После которой мы вернемся. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Мы продолжаем. Программа «Лучшая в стране». Доминик Джокер, Катя Кокорина сегодня у нас в гостях. Пляшут, танцуют. Что творят ребята, пока вот Ума Турман тут выступает? Да, мы бы сальто сделали, но просто у вас потолки низкие. Да, мы, кстати, до конца часа посмотрим новый клип Доминика Джокера. Который, мне кажется, подтверждает то настроение, которое вот между ребятами существует. Ну ладно, а потом чуть позже. Скажите мне, вот у вас всегда какое-то, я сколько смотрю ваше интервью, читаю, вы всегда на таком каком-то жизненном подъеме? Мы ничего не потребляем. Не такой, не в этом вопрос. Но это реально у вас все время такое классное настроение? Что вы для этого делаете? Какие-то, может быть, секреты есть, которые у вас поделиться? Ты знаешь, у нас крепкий чай. Самое главное, нет, ребят, самое главное, у нас не всегда хорошее настроение, но мы никогда не играем, скажем, не пытаемся показать хорошее. То есть, если ты накапливаешь в себе, у тебя рано или поздно произойдет какой-то выклеск. А у нас взрывы происходят 10 раз в день, ну, по 5 минут. Там бывает абсолютно просто... Не копится ничего. Нет, не задерживается внутри. Сегодня с утра. Нет, вполне серьезно. Я проснулся позже, позже Кате проснулся, а вчера я сторонник приобретения продуктов на рынке, то есть не в магазине, ну, свежих, я имею в виду, овощей, там, зелени разной. Я даже не понимаю, что он хочет рассказать. Человек из Одессы, понимаешь? Я думала, ты про сахар, который я из-за тебя просыпала. А, сахар-то второй был спустя 30 минут. Ну-ка, ладно, времени много, давайте. Спустя 30 минут. Нет, и вчера она красила перышки, так сказать, и говорит, разложи там. А мы приехали вместе с моим другом, приехали с подобного рынка, и там разложить все нужно было, чтобы не не испортилось, там, зелень же быстро, разложить там в холодильнике. Я, как умею, так разложил. И сегодня с тобой было, тебе что, нравится, когда непонятно, что где лежит? Я говорю, можно без пяти поэтиета? И, да, прошло 30 минут. Сейчас всем все расскажем. Да, 30 минут прошло, сахар она взяла, он рассыпался, она на меня, типа, что я не завернул. А вообще у нас хорошее настроение, потому что мы приходим к таким классным ребятам, как вы. Спасибо, спасибо. Но вы-то приходите не каждый день, настроение у вас все время нормальное. Ну, до следующего прихода, понимаешь, Катя от вас пришла в хорошем настроении. Сейчас уйдем и начнется, да? Ты про это? Значит, ребят, есть маленькая просьба к вам, в Инстаграм выкладывайте хотя бы вот эти вот семейные зарисовочки. Знаешь, может быть, вот они, вайны, вайны. Вот они, вот они, понимаете, мы думали, что делать. Потому что, действительно, мы все знаем, мы понимаем, что между вами прекрасная химия, вот ее, так сказать, да, вот ее транслируйте, потому что это будет, ну, мне кажется, очень клево. Ну, мне кажется, да, это будет забавно. Вот это все помогает в работе совместно? Надо понимать, подождите, вот людям надо объяснить, что ребята не просто приходят тусоваться вместе, дают интервью, они пишут песни, записывают их в студию, выступают. То есть это такое нон-стоп, это работа. Да, безусловно. Безусловно, безусловно. Но на самом деле наша семейная жизнь, она никак не связана с нашей творческой... Никак не отличается, имеет с в виду, вот нашей... Творческой профессии. Никак не связана. Нет. Но дело в том, что когда мы работаем, то есть, как Доминин говорит, я уже не твой парень, я твой продюсер. Я никогда не был продюсер. Это после сахара он говорит или что? Или после завершившей петрушки. Он не говорит слово продюсер. Мы четко разделяем иерархию. Каждый должен заниматься своим делом. Понятно. Но мы не отличаем, скажем так, мы не разделяем нашу жизнь на сцену и жизнь. Мы дома вполне нормально ссоримся из-за песен. На концерте вполне нормально можем поссориться из-за сахара. Не имеет значения. Самое главное, что это происходит, там, проходит в течение 10 минут. И если раньше наши друзья, наше окружение стремилось как-то покинуть зону конфликта, я бы сказал. Да, неловко немножко. То сейчас они знают, что пройдет 10 минут, потом не просто выходят там, постоять на балконе, посмотреть... Посмотреть со стороны. Футбол. Или просто отойти, там, поговорить между собой. А знаешь, анекдот? А у нас там продолжают тарелки летать. Но это через 10 минут заканчивается. Вот самое главное не хранить в себе этот выплеск. Всегда так было в вашей творческой жизни? Даже до того, как вы совместным стали проектом заниматься? В творчестве нет. Но не все же люди такие близкие по духу, которые понимают, о чем ты говоришь. Я у них был наставником. Я был наставником, поэтому их привлекание в мою сторону и вообще не рассматривал. Тем более, что мы работали в условиях прям жестких. Там за неделю нужно было создать следующий трек для 20 человек. Расписать, правильно раздать партии, записать бэки, потому что выступления производились живьем, а по определенной бэке там были прописаны на студии. И со всеми разучить, поставить номер. Некогда было пререкаться. Там момент в том, что спали они в промежутках между репетициями, а хоров было 8. им просто сил не хватало рассказывать свое я, а я это я вообще как бы всерьез не воспринимал как таковое. Мне кто-то что-то пытался, я говорю, да, хорошо, разберемся, подумаю. Ты командир музыкального взвода, по-другому не скажешь. Ну да, вот так вот. И на тот момент, когда все это переросло у нас больше в дружбу сначала, осталась, наверное, вот та реакция еще. И потом постепенно началось завоевывание рынка. Это я сказала, я хочу, я не знаю. Нету никаких я хочу, я просто делаю и все. Катя, зачем говорите, зачем делаешь. И сейчас я говорю, что мы эти моменты не разделяем, но у меня есть очень четкий момент, когда она говорит, я не знаю, мне что-то не нравится, я говорю, хорошо, зачем тебе нужно, делай сама. И выхожу из студии. И начинается паника. Это ложь. Ложь? Договорились. Это ложь. Ложь, 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 ложь. Давай, давай, говори. Да я просто слушаюсь, я все делаю, что мне говорит. Это ложь, 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 ложь. Когда я стою за микрофоном, он сидит за стеклом. Конечно, у нас бывают там какие-то, бывают какие-то споры там, но в споре в любом случае рождается истина, поэтому мы чаще всего, чаще всего мы записываем так, мою версию, его версию, а потом уже сторонний человек. А потом сторонний человек все выбирает, да, лучше. Ну, Доминик точно так же может и прислушаться к моему мнению, когда он стоит за микрофоном. Конечно, конечно. А сам вот так вот пальцы там внизу скрестил. У меня есть такое ощущение, что можно бесконечно смотреть на огонь, на воду, на то, как работают другие, на то, как эти люди общаются между собой. Спасибо. Сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, невзирая на то, что в Москве сегодня не самая солнечная погода, в студии Страны.ФМ просто праздник какой-то, два солнышка, поэтому мы очень и очень рады. Кать Кокорина, Доминик Джокер, мы продолжаем общение. Значит, мы знаем, что есть такая Джокер Скул. Да, школа. Как у нее там дела? Расскажите, что там происходит. Как у всех каникулы. Да, и акт-студия Джокер Скул, это наше такое творческое детище, где дети от трех лет и выше развивают таланты. Да, занимаются музыкой, актерским мастерством и хореографией. Выступают, пишут, записываются в студиях, создаем всякие мюзиклы, танцы и так далее. По показам мод ходят. И судя по тому, что сколько сказал Доминик Джокер, мы понимаем, что студией занимается Катя. Студия сейчас у нас, так получилось, Я просто коротко ответил, в отпуске. У них в мае был такой же загруженный, как у нас по концерту. Сейчас дети все разъехались, отдыхают, но будем в конце августа начинать. Собирать их будем в конце августа. И с сентября у нас просто будет открытие еще нескольких филиалов. Мы очень на это надеемся, очень планируем. В сентябре? Да, в сентябре. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов открытия переезда. Ребята студируют районы, смотрят, ищут что-то. К нам, скажем так, в совладельцы вступила, ну, я говорю, это семейный бизнес, сестра. Так, отлично. Сестра Доминика, да, она занимается хореографией, ведет хореографию детей. Такой семейный подряд. Да, семейный подряд. Это очень удобно. Они открывают, вместе со своими сокурсниками по Гетису открывают, тоже один из филиалов. Это будут, один есть в центре, один, скорее всего, будет в центре. Я просто боюсь сглазить. Пока мы не подписали бумаги, я боюсь сглазить. Один в центре, один все там же будет базироваться в Одинцово, один будет в Реутов. В Подмосковье. Да, да, в Подмосковье. И один, возможно, в Пушкино тоже заинтересовались. И посмотрим еще несколько районов. Сейчас вот идет работа по сбору, скажем так, заинтересованности по данным районам, по крикетным районам. То есть там, где востребован, там и будет. Ну как детки? Радует? Да, здорово. Классные, талантливые. Конечно. Все дети талантливы по-своему, но наши талантливы всех. Вот скажите, может быть достаточно жесткий вопрос, но как вы считаете, вы люди уже в профессии, профессионалы, что уж там. Вот иногда надо человеку сказать, что это его или не его, или это субъективный очень фактор? Смотри. Вот просто даже когда люди поступают в театральные вузы, они же слышат, тут и годен, тут и негоден, вот такие вот эмоциональные качели. Знаешь, если можно, я начну отвечать. Дело в том, что моя мама в этом бизнесе уже 40 лет, там 35 лет, как бы начиная еще с домов пионеров, там с танцевальных коллективов. И я это все наблюдал изнутри. Катя тоже в этом как бы... У Кати тоже с трех лет. Да, с самого детства. И очень хорошую практику мы взяли себе на вооружение, которую мы наблюдали в своих студиях. Существуют группы, так называемые, для себя, то есть для личностного роста. Для личностного роста. Такие тоже ребята есть. Для саморазвития, да. Для саморазвития. И им сразу говорим, что вы сейчас в группе саморазвития. Если вам сильно захочется, а ребенку, если что-то очень хочется, то он становится еще более волевым, чем взрослый человек. Он начинает прилагать усилия, он начинает стремиться, он начинает просто грызть землю, копать, не знаю, руками. И у него... Он переходит тогда уже в творческий коллектив, на котором... В основной состав, скажем так. На котором уже базируется постановка и все остальное. И это вполне нормально. И родители очень нормально на это реагируют. Я тебе скажу больше, вам скажу больше. Существует огромное количество родителей, которым действительно нужно, чтобы ребенок просто, я не знаю, там не болтался по улице, а был привлечен к чему-то интересному и развивающему. Вот так. Да, многие родители просто говорят, пожалуйста, сделайте так, чтобы мой ребенок начал хотя бы нормально говорить. Ну и обратную сторону. Есть, наоборот, такие звездочки, которым надо помогать. Конечно, конечно. Сразу помогать, с ними более усиленный производится курс занятий. Ребят, вся информация где, на каком сайте, в каких группах ВКонтакте? Ну, а jokerschool.ru, вся информация там, записаться можно там же, можно заполнить анкету, можно позвонить по телефону, на нашей страничке jokerschool в инстаграме есть телефон, по которому можно позвонить, записаться, получить всю информацию. Причем для звания jokerschool я не был инициатором, понимаешь, я вообще человек такой. Я как бы имя стараюсь не пихать направо или налево, а вот решили для... С маркетинговой точки зрения, потому что я этим тоже плотно занимаюсь. Я для этого пишу музыку. Да, да. А сейчас, как говорится, нашу маму и тут, и там показывают. Катя Кокорина с клипом «Долго» и песней. Наслаждаемся. Друзья, оставайтесь с нами. Супер. Если ты где-то один, Тонкими мыслями связаны мы с тобой. И не запись ума стали одной главой. И слова не нужны никому, Пусть лежат они в холоде тихих стен. Мы взлетаем и снова ко мне. Воздух твоя любовь, Космос моя постель. Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Навсегда с тобою станем же тут Светом на осколках. Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут Станем одной волной Если я выбор твой Больше нет слова нет Вместе с тобой тяну Ты мой иммунитет Падаем в глубину Долго тянется ночь Перьями облаков Губы в губы на скотч Знаю, ты тоже готов Улетая, стоя целым на миг Не читая строк в небо Ветель с тобой Укрывая от сотен других Что космос моя постель Воздух твоя любовь Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Навсегда с тобою станем же тут Светом на осколках. Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут Станем одной волной Если я выбор твой Бережно сохрани Эти ночи на ты Только не забывай Ты моя западня Вместе с тобой на край Ты меня изучай Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут Светом на осколках. Изучай меня по линиям рук Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут Станем одной волной Если я выбор твой На волне телерадиоканала Страна ФМ по-прежнему Катя Кокорина Доминик Джокер Мы только что посмотрели Послушали замечательный трек Который, кстати, Катя не только исполнила Ну да. Расскажите. Ну, по себе сама будешь, да? Ну, половина текста моя, Половина Коли Швеца Швеца Швеца, да. Какие-то там срочки Доминика Джокера Какие-то срочки Доминика Джокера Какие-то пару слов Какие-то там Бережно сохраните Ночи на ты Вот и тебя Только не забывай Ну, мы с Домиником как бы Пишем сейчас все вместе Поэтому и музыку, и стихи Так как-то помогаем друг другу Если какой-то кризис в голове То Ну На вторая половинка Тут как тут Может дальше как-то Катя в целом как бы Раскрылась На мой взгляд И как композитор И как поэт Ну, как бы я не люблю Поэт это несколько другое Поэзия это несколько другое Как автор текстов Вот так вот Автор текстов, да Для песен Это Тоже достаточно трудное дело На мой взгляд И какие-то стильные строчки Вот, например Мы будем смотреть Трек Между нами Химия Большая часть текста Кати И Несколько строчек написал Кирюша Мойтон Наш молодой друг Наш молодой товарищ То есть я это все потом уже Собрал в одну кучу Там дописал Какие-то Свои моменты Те, которые я вижу Которые делают Мои песни Моими песнями Но мне сейчас Эта помощь очень Вот сейчас Буквально через несколько минут Мы посмотрим и клип Который называется Между нами химия Вот давайте вообще История создания Почему? Как это все пришло? Но мы это уже Несколько раз Сделали комплимент Да, это правда Даже у нас была такая шутка Что вам нужно сделать Что-то подобное Но все-таки Работа уже есть Мы ее скоро презентуем Как снимали? Как создавали? Клип Скажем так съемками Руководил Рустам Романов Да Неизменный Тоха Тихонов был оператором Все те же ребята С которыми мы снимали Мою работу Такая одна И Катину Сердце на части Да И получилось так Что мы Говорим так все Рустам А они там предложили Какую-то свою идею Мы говорим так Рустам Сейчас мы придумаем тебе идею И мы с Катей выдаем Такую тему Что девушка охотится за парнем Да Преследует его Преследует его Вот Рустам Как-то по-новому надо Он говорит Ребята вы издеваетесь Это такая одна только наоборот Не парень за девушкой Девушка за парнем Да А мы такие Точно Реально Прикусили язык Все у нас какие-то преследования Такие в голове Мы по-моему не доделанные маньяки Доделанные Катя Некоторые очень доделанные И В общем эта идея была просто супер Ребята нам предложили Показали Какой-то фильм Где парень и девушка Существовали Вот так вот В этих вот параллельных Да И потом Пересеклись Там в один момент И мы вау Просто Это так обалденно было Там был какой-то фрагмент фильма Да Причем документального фильма Какой-то фрагмент И они говорят Вот пришла идея На этом построить весь клип Угу И мы такие вау И все И заткнулись Все замолчали Там какие-то Предложения вносили Которые Рустам Всегда очень хорошо Принимает И обрабатывает Как опытный Ну да это приятно Тебя слышат Опытный форвард Правильно обработав мяч Попадает в девятку По крайней мере в ворота В форвард Мы все поняли Что ты все понимаешь в футболе Я не об этом Я просто сейчас на волне футбола У меня только вот такие Ассоциации Да Ассоциации выстраиваются И съемки проходили У нас разные варианты были Нам предлагали Замечательное место в Абхазии Замечательный Выезд за границу в Европу Либо куда-то в жаркие страны И как-то мы Почему-то решили Вдруг внезапно Остаться в Москве Показать Москву Не Кремль Купола Пафос И строгость И такой размах А решили показать Уютную Уютную Такую По домашнему Свою Благодарную По домашнему Благодатную Москву Патрики Кусочек Патриков есть То есть Показать что это Город который Тем более Не то что в преддверии Мундиаля А сюда Приехали много Иностранцев И они подтверждают Наше Я так понимаю Наше желание Подтверждают Значит мы угадали Все таки мы сделали что-то правильно Они тоже восхищаются этими же местами Которые мы показали Давайте посмотрим Послушаем Эти места увидим Эту песню услышим Послушаем эти места Дорогие друзья Премьера в эфире страны ФМ Между нами химия Наслаждаемся друзья Полетели По твой взгляд Мой плен Всему Взамен Я нашел свой сон Мы ждем Мы штурм С тобой Знаем об одном Нам легко вдвоем И мы на два Поделим этот мир Где ты и я Где я и ты Мы элементы этих половин Мы два пути в один Но между нами химия Мы с тобою неделимые Связаны в единое Ты и я Между нами химия Никому необъяснимая Между нами химия Химия Между нами химия Пара нот, пара слов Только миг и сама любовь Вдруг накрыла нас Ты мой магнит И никто не определит Знаки наших глаз И мы поделим этот мир на два Где я и ты Где ты и я Возможно, это все иллюзия Но важно, что моя Но между нами химия Мы с тобою неделимые Связаны в единое Ты и я Между нами химия Никому не объяснимая Между нами химия Химия Между нами химия Мы с тобою неделимые Связаны в единое Ты и я Между нами химия Никому не объяснимая Между нами химия Химия О-оу Где я и ты Где ты и я Химия О-оу Где мы поем Где ты моя Между нами химия Живания химия Круто, правда же, друзья? Ну все, все хотят такого же Вот так вот зреться случайно в Москве Так все классно Все ждут теперь, да У нас очень классные сообщения приходят Их очень много Но вот одно выделить прям Может быть, такое напутствие будет для людей Смысл такой Вот как продолжать в себя верить Несмотря ни на что Если тебе другие говорят Что ты не пробьешься Что не получится Написал нам Алена Это, видимо, в предыдущем выходе Мы обсуждали про детей Кто талантливый, кто не талантливый Но вопрос хороший Актуальный всегда, мне кажется Что вы скажете? Я скажу так Я скажу так Давай Когда я жила в Парнауле Были такие люди, с которыми я работала Которые мне тоже говорили Что у тебя ничего не получится Это нереально, да, наверное У тебя же сейчас все хорошо Куда ты лезешь? Это все лишнее Давай, вот ты останешься И все, будешь жить И все прекрасно Лучше синиться в руках Я говорю Нет, ребят Но это вот сейчас здесь Это мой потолок, да Но я хочу большего Я хочу другого Я хочу сцены Я хочу песен Я не могла себя остановить Поэтому мне кажется Если у тебя есть какое-то стремление Не нужно никогда никого слушать Нужно идти к своей цели Не важно, что это за цель Поступить в юридический Стать певицей Стать хорошим танцором Поступить в Гнесинку Поступить в Гнесинку Вообще все, что угодно Познакомиться там с артистом, да Вот если есть какая-то Это даже не мечта Это должно быть не мечтой Это должно быть твоим стремлением Это должно быть постоянно внутри тебя И знание внутри, да Что-то должно быть Да, я считаю так Продолжать Добиник Я коротко скажу Я, к сожалению, к стыду своему Не помню, кто сказал эти великие слова Поверь в себя И окружающие тебе поверят То есть до тех пор Пока ты не веришь в себя Пока ты не уверен Пока ты сам сомневаешься Окружающие тебе не поверят Никогда в жизни Только если ты сам поверишь Неважно во что Поверь в себя И окружающие последуют за тобой Последуют твоему примеру Вот так Скажи, пожалуйста Мартин и Маркус Верят в себя? Папа помогает им? Вот какие-то наставления Такие же умные Вот так же говорит Вот такие мудрые Ай, Марик Сейчас, находясь в лагере Сколько им, давайте скажем 9 и 12 9 и 12, да Марик, это младший Он находится сейчас в лагере Вот с бабушкой Ларисой вместе И вот он там влюбился в девочку Ну не в одну Ну да, в двух он влюбился Но, видимо, одна там Определяется парень Не воспылала там чувствами Вторая воспылала В общем, мы только видим фотографии Как она там встает на колено Дарит ей цветы Старшие девочки ему помогают Старшие девочки нарвали ему цветы Если ты со мной, я могу дышать То есть там Санта-Барбара творится В этом детском лагере Человек верит в себя, это точно Старший не может в себя не верить Потому что он очень серьезный фигурист Очень серьезный И на него уже Заглядываются тренера Судьбой любого спортсмена Начинают приглядывать тренера Делая какие-то ставки Выбирая для себя Тех людей, которых они дальше будут Выводить на международную арену И сейчас к нему очень серьезно приглядываются Он очень серьезно относится к спорту Он, вернее, к своим Это дело его жизни Я вот, когда увидел, что это дело его жизни Я заткнулся Как круто рано определиться Ну, я не понимаю Он определился, знаешь, когда? Мне кажется, что он определился в 7 лет Когда стоял вопрос об операции У него было разрушение таранной косточки И сказали Если вы закончите с фигурным катанием Все восстановится, это возрастное А если продолжите заниматься То будет проблема Поэтому нужно будет делать операцию Я его пришел и спросил Тебе решать Я ему сказал Все минусы рассказал О том, что костыли О том, что восстановление Долгое будет восстановление Догонять будешь очень долго Он говорит Сколько у меня есть времени подумать? 7 лет, ребенок Я говорю Это твой выбор Поэтому думай, сколько хочешь Он на следующий день пришел И говорит Пап, мне снился лед Давай делать операцию Он, наверное, в этот момент определился А сейчас Вот он, например Жутко расстраивался Расстраивается, когда пропускает Тенировку по болезни Он в панике Он с температурой на лед рвется В школу он так не рвется То есть он не меня подкупает этим Я вижу его отношение к этому Мы все видим его отношение к тому Маленький профессионал Он прямо не в слезы Но в истерику Если он пропускает по какой-то причине Или не успевает Сейчас у него сборы были Целый месяц Ребенок в 6 утра встает, но ему не привыкать И до 7 вечера он на льду, на ОФП Молодец Ой, такие вы классные Ребят, большое спасибо Ребят, большое спасибо Противно смотреть Сахар они рассыпают Мы вас поздравляем с этой успешной работой Ждем новых работ Уже скоро Катина работа будет в августе Мы уже сейчас будем начинать переговоры И писать сценарий Это будет следующая песня Потому что мы решили сейчас не останавливаться И раз в 3-4 месяца закидывать Спасибо, спасибо Очень интересный факт Первая песня, которую мы записали с Домиником Называется «Знаешь» А песня, которую мы сейчас записали И будет которая в следующий клип Называется «Ты не узнаешь» Мы только сейчас обратили на это внимание Какие еще глаголы будут у них в дискографии Смотрите, слушайте страну и поймите Узнаете Спасибо вам, ребята Пока Спасибо, Круто Пока Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok